Привет всем, кто это слушает. Я в гостях у Владимира Махрова и у меня созрела такая любопытная тема. Если она хорошо зайдет, то, возможно, это будет темой нашего следующего интерактивного стрима. А именно, я решил подвести итоги, в общем-то, возраст уже позволяет подводить итоги по этой тематике. Я решил подвести итоги своего подхода, который я избрал к sexual education, как это по-русски произносится. Половое воспитание, правильный термин. Надо сказать, я этому много внимания не уделял, вот, то есть по времени это было буквально точечное вторжение мое. Сейчас я подведу итоги, которые я помню. Но я считал это важным моментом. Мне хотелось, скажем так, сделать лучше, чем это было сделано у меня. Может быть, потом, если будет, к слову, я могу немножко рассказать про то, как, собственно, было у меня. Мне хотелось, в общем, сделать что-то более цивилизованное, более здоровое, более полезное, да, и в том числе не делать такой вот, как бы, негативный, негативные коннотации, не привешивать к этой тематике, чтобы вот пока ребенок еще не загружен вот этим вот, как бы сказать, сейчас активно идет демонизация вот этой, да, сексуальной темы вообще, и мужской сексуальности в частности. И мне хотелось, как бы, вот, ну, вторгнуться в эту сферу до того, как там успели что-нибудь напортить. Это первое, что мне хотелось сделать. Второе, что мне хотелось сделать, я подозревал, что в детской среде, как только, ну, наверное, уже, в принципе, детском саду могло что-то в этой теме быть, но уж я решил, что точно в школе, поскольку начинается контакт между разными возрастами, то есть, грубо говоря, вот, там, не только одноклассники рядом с вами, и, там, те, кто старше и так далее. Я хотел свой, как бы, пакет знаний внедрить до того, как пойдет вот это вот такая мифологическое и анекдотическое общение внутри вот этой вот детской сферы. Поэтому, что я сделал, скажем так, нестандартно, наверное, для многих родителей, так называемый разговор, как его по-английски называют, the talk, да, о птичках и пчелках. Я его устроил непосредственно перед поступлением в первый класс, то есть, это как раз, может, даже как раз август это был. Заняло это у нас всего один вечер, по-моему. Я думал, ну, на основе чего, какими материалами пользоваться, чтобы что-то там показать, вообще, какая степень считать достаточной, недостаточной. Посмотрел кое-что в интернете, что-то как-то вот такого, какого-то слаженного, ничего не нашел. Я вспомнил о французском трехтомнике. Ну, что-то типа детской сексуальной энциклопедии, а потом, когда буду монтировать, добавлю сюда фотографии этой книжки. Она в сканах лежит в интернете. У одного моего одноклассника она была дома, именно в виде книг. Не знаю, откуда его родители достали. Ну, французский, естественно, автор, она сама была на русском языке. Там три тома. Я запомнил, что они были разделены по возрастам. Там типа младший возраст, там средний возраст и там уже для старших детей. Я очень примерно помнил, какие-то смутно. Мы, естественно, все это листали у него дома. Это была редкость, в общем, поэтому к нему домой ходили, в том числе, специально полистать книжку. Ну, естественно, в основном том для самых старших. Я помнил, что там что-то как-то... Ну, мне, в общем-то, понравилось, как там все было изложено. Там без деталей, каких-то там углублений в ненужный, там, в микрокосмос. Но и в то же время ничего не пропущено из таких, из основных вещей. Это было еще до эпохи, вот эту SJW, да, никто детям не рассказывал там про однополые отношения, там про гендер как социальную конструкцию. Все очень физиологично. Книжка эта сейчас есть. Я не знаю, продается ли она в бумажном виде. Она точно есть в сканах, находится там, в три клика. Я ее нашел, вот, и присмотрел перед тем, как садиться, разговаривать. Впервые после школы, да, пролистывал эти книжки. То есть, это мы говорим о моменте примерно 11 лет назад, да, примерно? Плюс-минус. В общем, по моим тогдашним представлениям, мне показалось, первый том и второй том почти бесполезны. То есть, там настолько все примитивно и как-то сказочно почти излагается, что мы, ну, совсем это... По нашему времени, мне показалось, это я сильный возраст, вот, реально. И сколько-нибудь ценным, я увидел только третий том. По-моему, мы в итоге пролистали все-таки все три. Я их нашел тогда, да, скачал, мы сели эти, там, снабжаясь своими комментариями. Ты же их не читал, собственно, да, то есть, мы пролистали с моими комментариями. И заняло это, там, ну, меньше, чем полдня. Я помню презентацию вообще. Презентацию? Презентацию, где было не так уж и много, типа, слайдов. Ну, типа, я, во всяком случае, воспринимаю, как презентацию, кто ее делал, не знаю. Что, ты взял и, типа, листал. И там, ну... Это была книжка в PDF. Ну, в общем, видимо... С картинками. Да, но... Мы смотрели ее на компьютере, естественно. Там было ее очень мало. Я помню, что у нас вся беседа заняла не просто один вечер, она заняла меньше полтора часа. Ну, в общем, это она и была. Это не была моя презентация, это просто я тебе пролистал книжку. В том случае, она очень маленькая. Ну, они небольшие, да, и там много иллюстраций. Иллюстрации в пределах разумного. В этом смысле, честно говоря, сейчас спроси меня, есть ли какая-нибудь вторая книжка на эту же тему на замену. Я, честно, не знаю, какая вторая. Вот это первое, что мне пришло в голову, ей я и воспользовался. Я не помню, чтобы мы с тех пор про это еще как-то особенно говорили. У нас были какие-то разговоры точечные, там, когда ты что-то спрашивал, там, в среднем подростковом возрасте, там, что-то... Какие-то там возникали отдельные, там, были беседы, но вот такого, что прямо принципиального углубления, там, в технике, там, да, в какие-то аспекты вообще не было. Фактически второй раз, когда мы этой темы коснулись, тебе было уже 14 с лишним, как раз после переезда. И у нас состоялось, я уж не знаю из-за чего, наверное, просто наверстывали, так сказать, упущенные наши паузы в общении. И мы про эту тему говорили, и говорили прилично, как бы, я, ну, снабжал это, как бы, в меру своих познаний и, ну, знаниями касаемо физиологии. И, естественно, поскольку я кручусь в этой сфере, да, то я не мог обойти стороной и вот эти аспекты, так сказать, моносферы, да, то есть со стороны законов, со стороны, там, психологии и так далее. И серия вот этих бесед в итоге, наверное, уже после того, как мы, так сказать, проделали нашу серию бесед, я ее в итоге оформил в виде ролика. Это один из моих первых был роликов, и называется он «Как подростку получить секс и стоит ли?». Тогда я только учился еще все это делать, вот, ну, там, как подавать материал на ютюбе, вот, я сделаю в пауэрпойнте. По-моему, неплохая презентация, в общем, получилась, она так суммирует вот наши некие диалоги, скажем так, father-son, да, такие. Сегодня я собрался, собственно, задать вопросы, ну, подвести некоторые итоги и получить фидбэк, некоторые, и вот по этой первой части, и, наверное, по второй. И, начиная с первой части, ну, многие, наверное, могли бы сказать, что, там, 7 лет – это достаточно маленький возраст, чтобы этим заниматься. Вот, задним числом оценивая, ты как думаешь, тот вот и момент, и как я это сделал, это было удачно сделано? Ну, опять же, смотря для чего этот момент был сделан, потому что, я лично скажу, как на меня повлияла эта вещь в 7 лет. Естественно, в 7 лет у меня еще никакого подобного полового лечения не было, да, в общем, даже интереса к девочкам особо не было. Вот, так что для меня этот рассказ был наполовину непонятен, а наполовину как будто ко мне прилетели иные младентьяне. Так что, все, что я хорошо усвоил, это когда ты говорил, чего не надо делать. Все, что здесь можно сказать, что действительно, ты, там, упоминал, что, там, может завести девочка какой-нибудь угол, скажет, вот, посмотри, чему я, там, сейчас тебе покажу. А давай вставим, а давай еще что-нибудь сделаем. Ну, в общем, от подобного я точно защитился. Но в ближайшее время я получил такой уровень отвращения ко всему этому и к девочкам в том числе немного, что вот буквально, если до 14 лет я, конечно, был некоторый период развития, но вот до момента, когда у меня, собственно говоря, уже появилось настоящее половое влечение, я просто не приближался к этой теме и был так защищен хорошо, я бы сказал. Азучьте цифру, это когда произошло на глаз? 11. Я что-то примерно похожее про себя помню. Так я не услышал ответа на вопрос все-таки, ну, это удачно было сделано, вот задним числом подводя итог. То есть, грубо говоря, ты бы сам сделал так же? Определенно. Это, скажем так, минимизирует риски подобных эксцессов, а это тут все-таки важная вещь и она может случиться. Поэтому это очень важная вещь. С другой стороны, там, начальное знание по зачатию я абсолютно полностью забыл. И когда у меня там уже, по-моему, в следующий раз я касался этого чуть ли не в школе, то я изучал тему абсолютно заново. Ну, там, собственно, и не было задачи, чтобы ребенок в 7 лет усвоил, как там происходит на клеточном уровне. Ну, естественно, речь-то не об этом шла. Это понятно, что это должно было, как бы, ну, когда уже практическая часть будет приближаться, тогда это будет иметь значение. А как ты сам вспоминаешь, вот, был какой-то, так сказать, субкультура таких хихихаха в детском саду, такой взаимообмен, то есть, некое облако информации, которое вот в детской саде общается, ну, как бы, вращается, да. То есть, эти вот слухи, шутки, анекдоты. Я кое-что помню сам лично из детского сада, начиная, то есть, там первая, как бы, такая вот детская сексуальная субкультура была, да, там, состоящая из анекдотов, шуточек, там, грязных стишков и так далее. Потом, помимо роста классов, там, как бы, нарастала степень, то есть, что именно люди говорят и насколько серьезно они это говорят. И там вращались некоторые, ну, задним числом понятно, что это были правдивые данные, да, ну, например, очень грубо изложенные, а много было, естественно, каких-то, ну, легенд и, там, непонятно чего. Вот в твоей среде конкретно ты помнишь что-нибудь, вот такое, там, в детском саду, какие-то вот эти вот, там, слухи, легенды, которые про эту тему ходят? Ну, и самое главное, в школе, конечно. Ну, про детский сад особо говорить нечего, там никаких направленных легенд, в общем, не было, а что и было, в общем, не понимали. Я не помню, чтобы у нас кто-то особо задавался вопросом, если откуда берутся дети. Самое смешное, что я даже знал, что этот вопрос, это как некая стадия развития, ну, не человека, а ребенка. Я его все равно, типа, я про этот вопрос знал, и у меня не возникало желания его задать. Я помню так себе. В смысле, ощущение табуированности или что? Или не интересовало? Не, не интересовало. Я вот четко помню, что я запомнил, что такой вопрос есть, и при этом он меня не интересовал до определенного времени. Какого, правда, я четко не скажу, наверное. Ну, то есть, я правильно слышал, что в детском саду ничего такого не было вообще, а в школе? Ну, естественно, в школе я менял школу. Про начальную школу можно сказать, что там, в общем, только на уровне шуточек-то и было все. Причем, я бы сказал, даже скорее не в школе. В школе как-то не залаживалось этим. А вот если вы ходите на всякие детские площадки, там, когда собирались вне школы, особенно мужскими компаниями, да, там много всего было. Шутки, я там помню, самое распространенное было мнение. Ну, не мнение, а прям-таки поэтапно. Гадали, откуда же появляются дети. Ну, типа, окей, понятно, что есть женщина, откуда есть женщина. Все гадали, там, типа, сколько дырок, там, тоже все думали. Много вещей поменялось, конечно, с тех пор, но я помню, что прям четкая такая даже градация была. Что там сначала считают, что у них вообще-то одна, там, потом две, потом кто-то говорит про три, потом кто-то говорит, что ребенок... Четыре. И четыре было, между прочим. Ну, в общем, да, там настоящие легенды ходят, ничего никому неизвестно практически. Напомнило про теорию Аристотеля, что у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Смысл то, что он никогда их не считал, но он был уверен, что их меньше. Не считал нужным их считать. Ну, вот, не то, чтобы не считал нужным, но как-то и интернетом пользоваться никто не умел, и информацию достать было особо неоткуда. А спрашивать у родителей как-то, ну, не особо хочется. А теперь конкретный вопрос, вот, например, звучат какие-то, ну, скажем, в разговоре возникает что-то явно, ну, ну, ты знаешь, что это какая-то чушь просто, хрень. У тебя-то была информация, ты как бы видел, что вот есть контраст между тем, что, например, я тебе точно должен был показывать в этой книжке, сколько там отверстий и каких. Звучит какое-то неправильное число. Ты их пользовался своей или ты никогда не делился тем, что ты знаешь? Я честно скажу, я практически ничего из того разговора в 7 лет не запомнил. Я говорю, единственное, что я запомнил, что не стоит потакать, скажем так, девочкам с их просьбами по засованию чего-либо куда-либо. Ну, что ж, неплохо, в общем, это тоже. С точки зрения обеспечения безопасности венерических заболеваний, наверное, это неплохой результат. И заодно непреднамеренных беременностей. Я, правда, думал, что если эту тему огораживать, как это делали, многие очень делали в моем детстве и сейчас многие. То есть, они, наоборот, умышленное замалчивание такое, да, вот эта тема. То есть, закрытие по всем, там, в тяжелых случаях я знаю, когда люди там дома себе нелокальный фаервол ставят на интернет, который только вот, значит, блокирует, чтобы никакая там обнаженка не проходила вообще. То есть, я вот в этом никакого смысла не видел. Я думал, что если я это буду делать тоже, то это будет только, во-первых, нездоровый интерес. То есть, наоборот, накручивать интерес, типа, что ж там такое, что там прежде. Текция бредного плода. Да. И, во-вторых, что будет ореол негатива. Я вот странным образом не хотел, чтобы у этой области был ореол негатива. Я хотел, чтобы она была, ну, хотя бы нейтральная там. А в идеале, конечно, ну, там, желательно, чтобы она была в такой светлой области. Не знаю, получилось у меня это сделать, нет. Но мы к этому чуть попозже подойдем. То есть, получается, у тебя, значит, ну, как бы начальный курс сексуального образования ты прошел. При этом, по сути, материал ты этого не знал. Но тебе этого хватало для общения в среде. И уровень у вас, в общем-то, получается, был одинаковый. Да, в общем, общались мы на рамках. Уточняющий вопрос можно? А то ты сейчас сказал вот про то, что вы там гадали, откуда дети появляются. А была ли на тот момент логическая связь между вот тем, что я говорил про там засовывание одних органов в другие органы, и появлением детей? Или такой связи не было? Была, была. Она появилась очень рано. Потому что многие вообще-то дети это разделяют. У них как бы дети это сами по себе, а вот эти вот хулиганские действия с органами, это другая тема раздельная. Возможно, у меня эта связь появилась именно благодаря тебе. Но в целом, я бы сказал, что да вроде и большинство уже понимало это. Просто это логический переход, который многие довольно поздно делают. То есть, как бы, у них эти две сферы раздельно существуют. Дети, это появление детей, это как бы своя такая табуированная странная тема. А там хулиганство с помощью специальных органов, это другая тема. Они как бы обе темные, но прямо не связаны. Между прочим, так я читал, что некоторые, по крайней мере, племена, они многие не делают этой связи, вообще не проводят. У них дети типа это сами по себе, а то, что мы называем половой жизнью, это само по себе. Они не связаны. У них нет прямой логической связи между этими вещами. Так что это вполне одна из фаз устной культуры. Получается, значит, если мы там от 7 лет стартовали, ты говоришь, в 11 появился какой-то такой уже гормональный, скажем, да, интерес к этой теме. Ну, в 11 лет много чего произошло. В 11 лет и полюции начались, и в итоге у меня хватило смелости бить в интернете что-нибудь эротическое. И в те же 11 лет и мастурбация началась. Она как бы сама началась или ты ее начал? Ну, начал, начал, конечно. А ты сам догадался? Или это где-то нужно было подсмотреть? Потому что для многих детей это тоже вообще-то не очевидно. Это будет очень странный, наверное, референс. Ну, короче, у меня очень запало одно движение. Короче, это было шуточное движение. Это я был на даче где-то, и мы там бегали с ребятами из других домов. Вот, у нас там было оружие. И я помню, что один из них, ну, такой самый придурковатый, наверное, из тех, что был, он постоянно показывал такие, типа, ну, не постоянно, но пару раз было, когда он, типа, брал автомат, там, задул и начинал что-то похожее на мастурбирующие движения делать. И я их запомнил и решил, что-то интересное. И вот, я не знаю, я связал его, я связал свой настрой и его улыбку, я не знаю, его взгляд в тот момент. И я как-то понял, что эти вещи связаны. И я решил попробовать, и таки, да, получилось. То есть, все-таки это распространяется именно через такой шутки и мифологию в детской среде. Ну, во всяком случае, у меня получилось именно так. Я не с нуля додумался до этого. Напомнил эпизод из Гиктора Пелевина, по-моему, в Папахе на башнях. Эпизод, когда какой-то там экстра-креативный журналист бастурбирует под стольным гранатометом. Перед телекамерой, да. Такой вопрос. Сейчас, как бы, оглядываясь назад. Есть ощущение, что, скажем так, среда, в целом культурная среда, да, и локальная, то есть там, где ты вращаешься, и шире, если брать там телевидение, медиа. Ну, то есть, вот это все в целом. Есть ощущение, что она, как бы, навязывала, рекламировала постоянно, агрессивно вот эту, так сказать, сексуальную тему? Или это просто что-то такое изнутри, а уже потом на него наслаивается то, что идет снаружи? Перефразируй вопрос. Есть ощущение, что тебе постоянно пытались продать секс? Я имею в виду, продать не, там, не девушки, а вот активно навязывать как продукт. Что, типа, вот это важная вещь, тебе нужно срочно это, там, это всем нужно, он прекрасен, он нужен всем, без него ты завянешь, там, и так далее. То есть, было вот это вот давление снаружи? Да нет. Ощущение, что секс рекламирует постоянно, кругом оно было? Ощущение появилось, когда, ну, в общем, где-то после 11 лет. До 11 лет я это вообще никак особо не воспринимал. Я это воспринимал как, типа, а, блин, долбаные девчонки из серии, опять они здесь. Никак я на это не реагировал, скорее, больше раздражение, что вот и сюда пихают, и туда пихают. Ну, понятно, это до, как бы, до гормональной перестройки, а после? Ну, а после, естественно, все-таки это одна из самых продаваемых вещей. Нет, я имею в виду, я пытался взвесить, сопоставить две силы, да, одна, скажем так, можно условно сказать, что у тебя есть некое внутреннее стремление, которое просто гормонами обусловлено, да, когда ты, как бы, чувствуешь, что ты хочешь, тебя это притягивает. Другой вопрос, когда тебе что-то активно навязывают, когда тебе, грубо говоря, ты находишься в среде, которая говорит, что если у тебя этого нет, ты полный лох, да, то есть, ты бы тебя, как бы, ну, подталкивает в эту сферу, хотя даже, может быть, сильнее, чем тебе это на самом деле нужно. Я вот хотел сопоставить эти две вещи разные. Хорошо, скажу тогда так. Давление, конечно, ощущается прилично, но я бы не сказал, чтобы оно влияло на какие-то важные решения мои. То есть, все, что действительно я важное по этой теме принимал, это все-таки было внутреннее. А то, что извне, ну, типа, ну, лишний раз возбужусь, что поделать. А вот ваши классные руководители, по-моему, все, каких я помню, все жаловались, что девушки, в общем, нарушают дресс-код именно вот в эротическую сторону. Как это влияет на повседневное общение в школе? Ну, если ребенок пытается учиться, то это очень мешает, особенно, если он сам пытается учиться. Я помню у нас, да, и ты, возможно, не знаю, помнишь, не помнишь. В общем, у меня, когда вот первый класс во второй школе были, там была одна девочка, которая потом ушла. Ходит, конечно, слухи почему. Ну, в общем, ладно, я с ней не общался особо. Ее фишка была в том, что, во-первых, она постоянно ходила в полуоголяющих там прикидах, особенно спину оголяю часто, и садилась всегда на первую парту. И я помню, как же меня это раздражало на математике, потому что я стараюсь, как бы, ну, там, за учителем следить, на доску смотреть, а у меня тут, там, голая спина, еще там, чуть ли не без лифчика и так далее. Ну, точнее, это про второй класс речь? Нет, нет, я говорю, первые классы во второй школе уже. То есть, это, там, пятый, шестой. Это какой возраст уже примерно? Двенадцать, тринадцать лет. Ну, наверное, это как раз примерно у них начинается созревание где-то в этот момент, тоже перестройка своя. Ну, у них она уже разгорается, считай. Так что, ну, говорю, мне откровенно мешало. То есть, ну, как бы, смотря, что для тебя школа. Если школа для тебя место, где ты все-таки немного пытаешься получить знания, то это мешает. Если это место, где можно пообщаться, там, возможно, даже, там, с полуголыми девушками, то, ну, это класс. А есть идеи, ну, я понимаю, что это некое, так сказать, проецирование и угадывание, но все-таки, как я понимаю, проблема это системная, потому что учителя на нее регулярно жалуются, что, ну, вот, девушки так себя ведут. Причем это против всех правил, это прямо запрещено, ну, я имею в виду одежды, там, и вообще. Я никогда не был в вашем классе на занятиях, подозреваю, что, возможно, не только в одежде это проявляется, еще какие-нибудь, там, жестикуляции определенные, там, поведение, да, там, как человек, там. Даже как он может идти просто по коридору, это тоже может иметь большое значение. Зачем они это все делают? What's the point? Не знаю, мне кажется, это прошение альтернативного внимания. А про нашу ситуацию в классе на сегодняшний день, я бы сказал, что таким, в общем, уже никто не занимается. То есть, это больше характерно, вот, возможно, там, вот, да, для пятых, шестых, да, в общем, наверное, возможно, где-то вплоть до восьмых. Сейчас уже все носят то, что им удобно, и никто этим не заморачивается. Ну, то есть, есть шанс, что они, грубо говоря, почувствовали вот это вот новое, там, ну, во-первых, желание, да, привлекать к себе внимание, хотя нет, в принципе, это, наверное, общее для, это, наверное, для всех возрастов женщин свойственно. Я имею в виду, скажем, новую силу такую почувствовали, и пытались ее, ну, оценить, опробовать, там, играть ей, грубо говоря, да, то есть, это такая игра мускулами, только мускулы другого рода. В общем, вот именно, может, если у меня была подобная сила, я бы тоже хотел поиграться. Интересно, а ты был среди акселератов, скорее, то есть, те, кто, тот, кто раньше всех смотрел, среди сверстников? Я был и есть среди акселератов, но у меня просто под боком был конченый акселерат, я не знаю, как его назвать. Это чувак, который был на два года младше меня, при этом по развитию опережал, наверное, еще на два. Я это спросил к тому, чтобы сопоставить обычно в среднем, раньше, по крайней мере, так было, что, ну, девочки считалось, взрослели, там, на пару лет раньше примерно. То есть, грубо говоря, если мы говорим, скажем, там, про твои, ну, допустим, 12, просто как точку отсчета. Ну, если ты акселерат, скажем так, да, то девочки, которые с тобой же в классе, ей, в кавычках, возьмем 13. А если ты средний или отстающий, то девочки рядом с тобой, скажем, 14 уже. И 12-14, это большая разница и внешне, да, там, как человек выглядит, и как он себя ведет, собственно, да, и, ну, образ мышления. То есть, получается, ты должен был попасть, если ты был акселератом, реально, то ты должен был примерно быть с девочками, ну, где-то поровну, вот, в смысле, плавал в развитии, да? Ну, у нас были девочки-акселераты, которые тебя обгоняли. Которые меня обгоняли. Я помню, там сформировалась такая группа. Грубо говоря, те, кто носит лифчик, и те, кто еще не наносит лифчик, да? Ну, считай, да. Такой период тоже был. В целом, я всегда, вот, по развитости, что ли, в этой теме, я всегда был на втором месте в классе, из-за того, что у нас рядом был горячий парень из южных стран, который действительно развивался быстро, чересчур быстро. Ну, и когда я так подозреваю, давайте без конкретных фактов, скажем так, не будем факты углубляться в конкретные, но в какой-то момент в классе кто-то должен появиться. Ну, сначала, конечно, появляются те, кто заявил, что у него уже было, а потом, видимо, со временем появляются люди, которых на самом деле было. Было такое? Не помню, чтобы кто-то ложно называл себя недевственником. То есть, ну, если уж у нас кто-то и заявлял о таком, хотя у нас вообще такого не заявляется, типа. У нас до сих пор ты, скажем так, если ты лично не знаком с человеком, то ты не можешь быть на 100% уверен, потому что он даже сам свою позицию-то не объявляет. Если ты с ним общаешься, то да, он там может тебе рассказать, каковы у него успехи, а так нет, типа никто этим особо и не хвастался. Политика американской армии. Don't ask, don't tell, да? Ну, вполне. Мы не спрашиваем, вы не говорите. Я хотел вот к чему вопрос задать? К тому, что образовалась какая-то каста со временем, которая, грубо говоря, вот, ну, у них это уже есть или там уже было? Или для них это вообще там обычная там повседневная реальность? Ну, или почти повседневная. И все остальные, скажем так. Ну, в общем, образовалась, скорее, группа из акселерентов девочек и южного парня. Вот это была такая основная группа, которая действительно в какой-то момент была на пике и так далее. Сейчас уже, конечно, во-первых, и разница между возрастами размылась. Ну, в смысле, разница между полами размылась. Так что сейчас они уже все расплывались сами, куда хотят. Нет, я имел в виду именно какая-то каста была такая, каста, типа, те, кто уже и те, кто не. Тогда не было. Ну, то есть не было такого разделения никакого? Человек перешел на следующий уровень, грубо говоря, там, вон там уже, нет? Потому что таких людей практически не было. Нас более-менее поверить в это можно было только вот, что у южного парня уже все было. Все. Все-таки акселерат акселератом, но я был довольно осторожным. Ну, окей, теперь если мы перелеснем страницу, когда тебе было где-то 14,5, и состоялся наш... Это тоже были каникулы, по-моему. По-моему, это, как раз на каникулах происходило. Это было перед каким классом, получается? Где-то седьмой или восьмой, да? Я не помню, с чего это началось, но помню, что, ну, у нас завязалась серия, так сказать, бесед. И я вывалил большой объем информации, наверное, так сказать, все, что знал, рассказал. И туда вошло, ну... И фильмы, ну, когда... Раскрывающие, скажем так, психологические аспекты. Некоторые довольно тяжелые фильмы, там, типа, вот, например, я тебе... Среди прочего... Кисдескай. Да. Поцеловать небо, да. Причем я не просто его показывал, я же не показывал его как порнографию, там, да, или как эротику. Я показывал именно психологическую сложность того, что происходило. Наверное, еще какие-то фильмы были на ту же тему, я уже не помню. Я тебе наверняка что-то должен был показывать, там, щепку. Может быть, стыд, не помню, показывал или нет. Это вроде нет. И, так сказать, именно такую, как бы, физиологическую часть научную, тут я большую ставку сделал на Робина Бейкера. Да, во-первых, пока книжка на русском не вышла, я пересказал почти своими словами все, что, ну, все, что прочитал у него. И, а поскольку, ну, два других тома так и не вышли на русском языке, то, в общем, я тебе их пересказывал. Потом вышел на русском, ты ее всю просеял. Не знаю, был ли... Вот в тематике Робина Бейкера было что-то новое? Ну, то есть, то, что реально обогатило мировоззрение, да, вот в этой области? Ну, конечно, там, считай, что... Ну, это у него немного больше, чем книга, я бы сказал. Это уже что-то больше научного содержания. Особенно, если бы там было больше доказательств, то это можно было бы считать настоящим научным трудом. Ну, вообще-то там все ссылки в конце. Ну... Есть научная книга. Только она, ну, она не художественная, а научная. Ну, в общем, вот если учитывать, что у данной книги есть серьезная научная подоплека, то я подчеркнул кучу всего. Я до сих пор доволен, так сказать, той книжкой. Я на тех книжках сделал свои вот эти два ролика на 3D-атласе. Ну, то немногое, что я знаю. Я так подозреваю, ты сейчас, по идее, поскольку ты готовишься в медицинское направление. Я-то, в общем, не медик. Причем, в общем-то, против моего совета, да, как бы я скорее выступал противником направления в сферу медицины. Я до сих пор скептически настроен, но, так сказать, человек выбрал-выбрал. Я к тому, что ты сейчас, скорее всего, в ближайшее время или уже знаешь в этой сфере, наверное, сильно больше, чем я. Ну, я имею в виду на уровне физиологии, да, когда речь идет про такие низкоуровневые процессы. Ну, в общем, тот скромный уровень, который я знаю, который я почерпнул из тех книг, что я прочитал, я их изложил в виде вот этих вот двух видео с 3D-атласами человека. Там есть про мужчин ролик, и про женщин ставлю там либо в угол, сюда ссылки, либо в конец. Чтение книг, конечно, не заменят, но мне кажется, там интересные вещи видно вот в контексте после прочтения книжки, посмотреть на это в 3D. Многое встает на место, и вот эти вот книжные школьные учебники, эти иллюстрации, как бы они по-другому будут восприниматься, как детские картинки, как карикатуры. Напрашивается вопрос, который, конечно, на него я понимаю, что на него сложно ответить публично. Тем не менее, я его все-таки задам. Грубо говоря, есть, ну, само явление, секс как явление, и есть некоторые реклама и ожидания от него, да, как с любым продуктом. Тебе его рекламируют, рекламируют какой-нибудь бургер, условно говоря, да, но реклама бургера и сам бургер – это часто две разные вещи совсем, потому что бургер, он может, там, не знаю, быть, или как пицца, там, при съемках, привинчена шурупами к доске, с которой ее берут. Шоколад может оказаться никаким не шоколадом, каким-нибудь, там, клеем подкрашенным, потому что он всплески дает более фотогеничные, но подается это как шоколад. И поскольку ты уже перешел, как я понимаю, этот порог, то есть ты из тех, кто уже такие, как насчет сопоставить, грубо говоря, что тебе рекламировали в качестве, то есть что такое секс, и что ты получил на выходе, так сказать, а как это соотносится? Ну, все-таки хочется сказать, что каждый человек раскрывает тему секса, когда он лично ее касается по-своему. По-многому влияет и личный опыт, и, там, первый партнер и так далее. Что хочется сказать. Все-таки я знаю и общаюсь с некоторыми людьми, которые тоже уже, ну, если не мега прошаренные, то опыт имеют. И я скажу, что у них очень разные представления о том же сексе. Где его получить и что он вообще из себя представляет. Так что мне кажется, что все-таки эта тема, реклама, она как бы, я говорю, она больше как раздражение на фоне играет скорее. А все-таки, когда ты входишь сам в эту тему, то, говорю, здесь все-таки у каждого свое примерно там. Ну да, естественно, если там люди примерно в одной прослойке, занимаются тем же саундом, у них будут схожие представления. Но так в целом у людей иногда кардинально противоположны по некоторым пунктам. В итоге получается мнение. Ну окей. Я понимаю, что о других людях о таком опыте можно судить только, там, ну, косвенно по их рассказам, там, или просто по выражению лица, когда человек об этом говорит. Ну, хотя бы лично про тебя. То есть, грубо говоря, то, что тебе рекламировали, то, что ты получил, это стоило того? Не было такого ощущения, типа, и это все? Я просто не особо воспринимал эту рекламу, как именно рекламу секса. У меня это не особо связывается. То есть, когда мне рекламируют секс, я все-таки могу, опять же говорю, я могу возбудиться, но я не захочу этого самого секса получить вдруг резко больше. Это какое-то разовое возбуждение, и все. А когда я уже иду за сексом, это значит, что я решил. Честно, для меня просто реклама секса и сам секс настолько отдаленные понятия, что я их даже особо не связываю. Я, может, попробую перефразировать, не знаю, может, что ты неправильно меня услышал. Или, может быть, это мой личный опыт. Мне задним числом кажется, и сейчас, кстати говоря, тоже, я просто как бы, ну, я научился это уже фильтровать, как бы, да, мне это не так сильно действует. Но, скажем так, у меня было ощущение, что по сексуальной теме идет накачка постоянная. Причем накачка даже избыточна по отношению к, ну, к моим, например, лично потребностям. То есть, грубо говоря, мне не нужно было такой накачки, которая шла, там, например, в период, когда я был подростком, 14-15 лет. То есть, естественно, интерес к этой теме был, интерес был большой, но накачка шла сильнее, чем был интерес. То есть, как бы, это такое внешнее, я постоянно тебя, как бы, на, как будто тебе стероиды какие-то вкачивают, да, постоянно. И это происходит по разным каналам, там, одноклассницы своей одеждой, там, свою часть делают, там, то, что ты видишь в кино и по телевизору свою часть делает, там, реклама в виде плакатов, там, и чего-то другого такого, ну, свою часть делает, и, ну, и разговоры в культурной среде в своей, там, да, в этой детско-подростковой, они тоже свою часть, тут идет накачка. А потом, как бы, ты, ну, однажды все-таки входишь в эту сферу, да, как бы, ты получаешь личный опыт. И, ну, в общем, тут, наверное, есть варианты, действительно, тут человек может попробовать это, и у него может получиться ощущение, типа, и это все? Типа, вот это мне все это время рекламировали, вот эти вот, там, много лет накачивали, ради этого я должен, там, ходить, там, по сайтам знакомств, ресторанам, там, и терпеть все, там, унижения, которые часто связаны со знакомствами, да, к сожалению. А может быть наоборот, то есть у человека первый опыт будет такой, и на таком фоне, что для него это будет, ну, ну, давай, в кавычки возьму, так, ну, сказка. Миф came true, да, то есть, типа, сбывшаяся, там, мечта-то. И, собственно, вопрос был про твой личный, вот, опять сравнивая вот этот вот фон, который вокруг существует, впечатление, которое тебе пытаются продать разными способами, то есть, что это такое, и реальный опыт, версус реальный опыт, как бы у тебя были ожидания определенные, и потом опыт состоялся, и как соотносятся вот эти ожидания с опытом? Окей, скажу, наверное, примерно то же самое, тоже другими словами. У меня не было, как таковых, особых ожиданий, какого-то конкретного плана к сексу. Когда я доходил до него со своей девушкой, то я как бы знал, как это делать, но я даже результата особо не знал. То есть, как подается секс обычно в той же рекламе? Это так или иначе власть, удовольствие? Я, например, больше нашел в ублажении интерес. Вещь, которая особо, по-моему, в тематике рекламы не мелькает. То есть, я бы сказал, что да, когда я изучал эту тему на личном опыте, я был готов абсолютно ко всему. То есть, я уже подготовился, что реально, я готов ко всему. Что будет, то будет. У меня не было каких-то особенных ожиданий. Я знал, что это будет, если все правильно делать, это будет приятно. Я знал, что если это делать осторожно, то будет приятно обоим. И я знал, что нужно надевать презерватив. И вот эта наша вторая серия, которая состоялась плюс-минус 14 лет, она пригодилась. То есть, там было что-то действительно технически, практически полезное. О, да. Тут даже сказать больше нечего. О, да. А вот та часть, которую я, ну, скажем так, психологии посвятил, там же. Например, психология знакомства. То есть, что приемлемо, на мой скромный взгляд, что приемлемо. Когда я это записывал, я во многом, это было послание самому себе в твоем возрасте, плюс-минус 14 лет. То есть, я задним числом просто подумал, что это были очевидные вещи, которых мне никто не сказал. И я решил их сказать и записать. И я их записал. Классная вещь, что-то еще можно сказать. И обязательно, если подросток начинает активно искать себе пару, то это невероятно полезная вещь. И в целях экономии, что нервов, что времени, вообще классно. Что-то еще можно сказать полезно. Позволяет побыстрее отсеивать людей. Ну, в общем, да. Тем более, что это действительно влияет на... Я каждый раз, когда вижу, вот мне иногда в комментариях кто-то пытается к разным роликам. Я как бы не настаиваю, люди вправе вести себя сами. Но просто, когда человек ведет себя явно как с врагом, с кем-то, ему просто приходится вести. То есть, он даже не рассматривает вариант, что человек, которым он собирается лечь в постель, что он может быть не врагом и не унижать его, там, и не грабить, и там... А что это может быть кто-то, с кем ему приятно и кому с ним приятно. Он даже это не рассматривает. Это типа как выносится за скобки, там, это типа сказка, этого не может быть. Поэтому, типа, вот, не люблю таких выражений, типа, там, типа, драть шкур. Вот есть такое выражение. А тут как бы, ну, тут в этой фразе все и сказано. Я как бы, ну, нашел для себя это просто неприемлемым. То есть, я понял, что это путь к плохому сексу, вот и все. Не более чем. То есть, это путь к сексу с человеком, который не хочет с тобой заниматься сексом. Я никакого смысла в этом никогда не видел. А сейчас тем более не вижу. То есть, мне кажется, это просто странно. Ну, я перенял от тебя, так или иначе, эту мысль, потому что вот у нас была группа людей, которая как раз-таки примерно этого и хотела, что называется, драть шкур, как ты выразился. Ну, вот, нам было не по пути. Ну, тут могу только поприветствовать со своей стороны. Надеюсь, что как бы в долгосрочной перспективе это действительно, ну, не сказать, что это гарантия удовлетворенности в этой сфере, там, да, удовлетворения, но это шанс, хороший шанс, скажем так. Шанс, который сильно выше, чем вот в обычной ситуации. Особенно, когда речь идет про, ну, не какие там разовые отношения, да, а про какое-то, ну, системное. То есть, когда это там, ну, долго, это, наверное, годы. Ну, в идеале там вся жизнь. Об этом, конечно, можно только мечтать, но тем не менее. Давай такой сферы коснемся. Наверняка, ну, ты уже обмолвился об этом, это там, ты, по-моему, промелькнула что-то такое про 11 лет. Какую роль вот в этом вот промежутке между, там, скажем, 7 и 14 сыграла, ну, прямыми словами будем называть, порнография в интернете? Насколько я помню, я не помню, что, по крайней мере, точно уж не в 7 лет, я не помню, показывал я тебе как-нибудь видео именно. Я такого не помню. Нет, такого не было. Но я помню, что в какой-то момент, когда вот я приходил к тебе по выходным, в какой-то момент, когда ты что-то такое у тебя промелькнул, какой-то интерес к этой теме, там, типа, я тебе просто сказал, сейчас покажу, как это найти и где. И, по-моему, я тебе, так сказать, быстро показал на пальцах, там, вот. Есть там, вот так надо заходить, и вот там вот эти три сайта ты можешь начать, там, с них. А дальше, в общем, feel free. То есть, то, что многие люди, ну, категорически не приемлют. Я с порнографией, со своей стороны, насколько я помню, я выбрал позицию ту же самую, что и с сексуальным образованием, да, с половым воспитанием. То есть, я решил, что если этот процесс неизбежный, а я считал, что он все равно неизбежный, потому что ты же крутишься в среде подростков, но рано или поздно кто-то начнет, там, какие-нибудь эти картинки пересылать, там, все остальное. Я подумал, нахрена это делать, когда я могу сам показать, например, что бывает красивое. Я помню, в какой-то момент я точно показывал именно какие-то такие, типа, художественные почти фильмы. Я вспомнил. Художественная порнография такая, скажем так. Там не было никаких, никаких там меньшинств или извращений. Это такое вот, ну, типа, ну, а-ля Playboy или что-то в этом духе было. Короче говоря, я тоже этот процесс взял под некий такой, ну, то есть, вместо того, чтобы его, там, запрещать, огораживать и контролировать, я сказал, вот, вот как это делается, если тебе это нужно. Что ты с ним дальше делал, я не знаю. Но, собственно, мой вопрос о том, что и как твое отношение с этой сферой продвигалось, развивалось. И сейчас, может быть. С 7 до 14, что могу сказать. Короче, опять же, у тебя прям тогда были слишком удары на упреждение, потому что я только какой-то намек дал, хиха-ха, а ты мне сразу порносайты выдавал. Так что я помню, что у меня было примерно так же, я почувствовал примерно то же самое, что было с твоей, там, книгой. То есть, я тоже, господи, ё-моё, что за привидение, хоть, конечно, прикольно, но что за привидение. Вот, так что я это все забыл капитально, и я прошел все стандартные стадии, начиная с фоток и заходя на порно-сайты постепенно. В смысле, то есть, с момента, когда я тебе это показал, ты это вообще делать не стал? Да, я просто, я такое отвращение тоже из серии получил, типа, нет, даже тогда было не то, что это, там, неприемлемо, то, что это, там, не инопонятяне, а из серии «ну я не такой», даже такое, мысли проскакивали. Это уже после полового взросления? После пубертата? Ну, нет, 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 причем, пубертат же у нас заканчивается где-то 14. Ну, в принципе, как, грубо говоря, когда голос сломался, тогда и пубертат, в общем, когда плечи стали шире, чем таз. Вот тебе пубертат. Короче, я тебе говорю, что это где-то второй класс, я не знаю. Ну, я тебе это мог показать, просто по времени получается, где-то лет 11-12. Не, раньше. Раньше? Раньше, значительно раньше. Типа, если на года два. По моей памяти. Где в 10? Девять, думаю. Девять? Да. Я тебя в 9 лет привел на порно-сайт, что-то мне даже самому не верится. Нет, я, конечно, либеральный товарищ, но чтобы настолько. Что-то в этом роде. Просто у меня по ощущению... Мне кажется, все-таки я это... Нет, теоретически, наверное, мог я это сделать и в 9, но это могло быть только при одном условии, что ты что-то такое сказанул или спросил. Наверное, я так думаю. Может быть. И я решил, что, хоп, раз ты об этом говоришь, значит, в вашей среде уже, значит, на эту тему идет какое-то вращение. Может быть, я даже прямой вопрос про это задал. Шансы есть. Но по факту получилось, что я очень рано получил эту информацию, забыл капитально вообще и удалил ее из своей памяти. И я говорю, я прошел все стадии. Ну, окей, оценивая опять же задним числом, ты бы сделал это сам в такой же манере, какой это сделал я? Попозже. Ну, я говорю, я не привязывался к возрасту. Я, по-моему, привязался к твоему вопросу какому-то или разговору, который ты завел. Сложно отследить это, но, знаешь, я бы, наверное, сделал по-другому. Мысль, которая мне просто сейчас мелькнула в голову, как бы я могу сделать. Например, скажем, сказать, не то, что прям какую-нибудь бумажку, записную книжку сделать, но, в общем, сказать из серии, что вот тебя там интересуют порносайты, когда они там тебя заинтересуют, вот пишешь там, я не знаю, адрес сайта и говоришь, вот, зайдешь в эту книжку. Так я так и сделал, в общем, просто показал технически. Ну, я-то ничего не... Я-то все забыл в итоге. А потом, когда у меня появилась потребность, я все забыл и все заново делал. Типа, что когда ты заметил, да, это значит, что начальный период. А сама потребность-то, когда я решусь зайти на тот же порносайт, она же произойдет, скорее всего, значительно позже. Так что я бы оставил какую-то открытую возможность, чтобы человек как-то мог какую-то напоминалку, не знаю. Ну, в доинтернетную эпоху, скажем так, родители, которые тоже хотели подыграть подросткам, было популярно... Я читал, просто я видел, что люди про это рассказывали, про свое детство, как у них, например, там, ну, с разной степенью удачности. Например, родители как бы хотели сделать у детей больше, как бы, знаний, да, и чтобы не нужно было побираться вот это вот все, собирать это все в подворотнях там, да, и по хиха-ха. И, например, когда родители замечали, что у подростка явный интерес к этой теме проснулся, то он вдруг, например, под матрасом мог сам случайно, случайно обнаружить какой-нибудь там журнал Playboy, например. Естественно, он там не сам собой образовывался журнал Playboy, да, это как бы... При этом ничего вслух не говорилось, то есть, типа, если бы он спросил, и некоторые спрашивали, что это такое у меня под кроватью, то ему говорят, типа, а что у тебя под кроватью? Ты о чем? Я ничего не знаю. Такое тоже применялось, вот. Но я просто решил, что как бы, ну, в интернет-эпоху это как-то странно, да. Мой подход был другой. Вот конкретнее про просто порнографию сейчас, естественно, она тоже выставляется как... Ну, вообще мужская сексуальность, да, во многом очернена. И слово порнография, ну, сейчас активно используется, чтобы тоже... Ну, во-первых, есть, конечно, большие противники, которые хотят вообще это полностью там под запрет поставить, там, хуже наркотиков. Прям вот нет ничего более страшного в мире. Я даже видел фильмы документальные, там, ну, документальные в виде, там, лекции или таких, там, этих гендерных исследований на эту тему. Как это ужасно и как из этого произрастает, там, все зло, значит, вот, там, и сексуальное насилие, там, и домашнее насилие, и объективизация женщин, там, и так далее. Если оценить, вот, трезво попробовать оценить все-таки, какую роль, вот, в становлении твоей личной, там, сексуальной сферы сыграло порно. Как это можно описать? Что могу сказать? Ну, это действительно серьезно развило мой интерес, накачало мою правую руку, и... В какой-то момент я стал оттуда черпать именно больше теории, скажем, подсматривал оттуда какие-нибудь позы, приемы и так далее. Да, вот, кстати говоря, две прям противоположных точки зрения регулярно всплывает. Каждый раз, когда слово порнография обсуждается, там, порно начинается. Точка зрения один, что порно никакого отношения к реальному сексу не имеет, там, все ненатурально, там, типа, ненатурально, ненатуральные размеры, ненатурально долго, там, ненатуральный оргазм, все ненатуральное. То есть, типа, это все вот полностью фейк, который дает ложные ожидания от самого процесса. И, вообще-то, говорят, до какой-то степени это правда. Согласен, да. Противоположная точка зрения гласит, что это документальное кино, которое часто показывают строго так, как оно есть. Не так, как в художественном кино, когда там все там в полумраке, там, с подсветкой и так далее. Типа, это вам не 9,5 недель там, да, и не щепка. Там все вот такое, все конкретно, четко, все. Есть направление, где это без студийного света, без монтажа. И вообще люди, и без оператора тоже, далеко не все отборно снимается с оператором. Есть любительские, которые просто ставят статическую камеру и... То есть, противоположная точка зрения, что это прям строго документальная вещь. А раз она документальная, значит, она никаких ложных ожиданий не рождает. Ожидание настоящее. Оно показывает, как есть. И оно имеет образовательную функцию. Во-первых, секс у разных людей тоже разный. Поэтому, если у одних получается одно, пусть даже... Да при чем здесь порно звезд? Обычные люди, я не знаю. Допустим, чисто театрически мне в руки попала запись, я не знаю, секса каких-нибудь моих одноклассников. Натуральные, обычные люди, но при этом у них может быть абсолютно другой секс и абсолютно другие вещи в этом самом сексе. Поэтому эти две точки, говорится, как два полюса. В общем, правда где-то скорее посередине. Далеко не все порно является документальным. Но я скажу так, что черпать оттуда идеи, как минимум, точно можно. Во всяком случае, я так делал и я не пожалел. Ну, давай так вопрос поставлю. Если предположить, что вот жизнь прошла и порно в ней не было. Ну, то есть, вот ты жил-жил-жил и твоего явления не было вообще. Это скорее принесло бы пользу или вред на субъективный взгляд? Ну, конечно, тяжело так прям заглядывать, но я бы сказал, что скорее вред, потому что порно на той же стадии, когда ты еще не дошел до нормального секса и при этом уже интерес-то огромен, порно это та вещь, которая тебя хоть немного удовлетворяет, дает хоть какую-то разрядку. Ну, во всяком случае, она в этом сильно помогает. Вот, так что не будь этой разрядки, я думаю, сильнее бы играли гормоны и выше была бы вероятность какую-нибудь передрягу липнуть по этой теме. Ну, многие люди совершают, скажем так, поступки, которые потом жалеют на фоне вот этого вот, ну, гормональная такой, ну, во-первых, гормональная накачка, внутренняя, во-вторых, внешняя накачка тоже с помощью стимуляции активной, постоянной. Ну, давай так, нескромный вопрос. Можешь не отвечать, если не хочешь. С тех пор, как, в общем, секс у тебя стал регулярным, порно убралось из жизни или нет? Нет. Иногда я до сих пор там пытаюсь что-нибудь новое найти. Происходит это невероятно уже редко. А также я бы сказал, что, ну, в общем, мне не мешает это совмещать по той же причине, что девушка, например, со мной не живет, а хочется мне явно чаще, чем мы можем. Так что вот промежутки я заполняю порно. Она знает об этом? Да. Как она к этому относится? Да никак. Знает, знает. И совсем нескромный вопрос. Девушка ходит на порно-сайты? Я не знаю, было ли у тебя какой-нибудь видеоролик про женское порно, но я тебе скажу, что там в полной мере оно присутствует. Именно женское. То есть, вот там всякие фанфики, там манго, там отношения мужчин. Тоже в полной мере есть абсолютно. То есть, грубо говоря, у женщин своя порнография, они тоже на нее ходят. Да. Я говорю, не знаю, делал ли ты про это видео. Отдельного нет. Ну, в общем, да. У них свой вид порнографии, который иногда пересекается, конечно, и с мужским, но все-таки это более редкий случай. А своего вида у нее достаточно. Прямо с головой. Есть кусочек из... Ну, наверное, он не раз про это говорил. Питерсон говорил. Он именно книжки приводил как пример, что женщин сильно стимулируют именно текст, слова, речь. И просто типа, что женская порнография, она скорее массовая порнография, она скорее текстовая, чем визуальная. Просто так устроено мышление. Ну, вот так примерно оно и есть. Поэтому он такой сильный упор сделал на феномене книги «50 оттенков серого». Это же женщина написала. И покупают это, и читают женщины. Это не мужская тема. Фанфики в целом это женская тема. Ну, я несколько раз уже про это оговаривался. Давай так, в качестве постепенного подведения итогов. Я выбрал некий подход в свое время, да, там, попробовал его сделать. И многие бы этот подход не поддержали. И даже сейчас, я думаю, многие, кто услышит, я думаю, люди будут, часть людей будет резко против настроенным. По разным причинам, там, с твоей личной точки зрения, то есть в целом, вот как ты оцениваешь, если это в целом брать, как я смог преподать тебе эту сферу, ввести тебя в эту сферу. И что-то сделать, ну, я старался пока не сделать лучше, чем это было у меня, скажем так. Как ты это в целом оцениваешь? Что бы из этого ты, ну, сам повторил? Что бы ты делать не стал? А чего я, может быть, не сделал, что стоило было сделать? Так, что тут можно сказать? Я бы сказал, что в целом у твоих действий был здравый смысл, его было много, и результат был неплох. Но все-таки система нуждается в небольшой доработке, потому что у тебя прям было наоборот. Ты старался прям бить на упреждение, это было заметно. Да это не только в этой сфере заметно, что прям небольшой намек, бам, сразу туда скапливается целый вагон чего-нибудь. Так что, не знаю, может быть, на самом деле, это и более правильный вариант реагирования, но мне кажется, что это чересчур. Все-таки я говорил, что нужно подумать, как это более мягко подавать, но то, что нужно это подавать, примерно как ты говоришь, то есть, включая, что сверху фактически, скажем так, если мы говорим о реформах, то это сверху помогать, во всяком случае. То здесь я уверен на все 100%. А то, что это нужно делать, ну, так уж, менее направленно, что ли, менее радикализировано, вот здесь, ну, это, возможно, мой общий такой подход, общее мое мнение. Ну, у тебя будет свой шанс, наверное, когда ты будешь в моей позиции, сможешь что-то повторить из этого, что-то не повторять, что-то, может быть, изменить. Согласен. Кстати, учитывая, что, например, в те же семь лет ты мне рассказывал эту теорию после уже развода же. Да. В условиях, когда у нас редкий контакт, подобный вот вброс информации, он, в общем-то, оправдан. Но если ты живешь с человеком, и ты постоянно его можешь более-менее снабжать, то, опять же говорю, это, конечно, перебор. Ну, один день, неделя, что. И это у нас еще был неплохой, в общем-то, окно, у многих такого нет. Мне сейчас писал несколько человек, у кого-то, например, там, мать дает, например, там, на час или на два в неделю. И все. Представляешь, если бы меня, допустим, за два часа в неделю, мне бы нужно было тоже это сделать. Практически весь, так сказать, сеанс сообщения состоял бы только из этого. Ну, это вообще полный бред. То, что там делается сейчас. Давать на один-два часа, я не знаю. Ладно. Не будем обсуждать сейчас законодательство. Хоть, конечно, я, в общем, это считаю практически варварством. Ну, строго говоря, это варварство и есть. Особенно сейчас то, что мы, конечно же, это некоторые офф-топик. Если ты вдруг не в курсе и не особо внимательно смотришь мой канал, то сейчас активно обсуждается тема так называемого закона о профилактике домашнего насилия. Да, слышал. Она вносит существенные правки в то, как обстоит семейно-сексуальная сфера. И если его примут, мне нужно будет сильно дополнить большой кусок вот в тот самый, в то видео про подростков и секс. Ну, собственно, и для взрослых тоже это меняет все. Ну, для подростков тоже очень сильно меняет. И поскольку там фактически отменяется презумпция невиновности, которая, ну, многие считают, что это чуть не главное завоевание цивилизации, то это действительно откат в варварство, если строго подходить к этому вопросу. Это такой откат к шаманским практикам. Ну, вообще, кто варвар? Это люди, говорящие на другом языке. А учитывая, что делаются, кажется, что люди действительно говорят на другом языке и обитают в другой сфере. Ну, обычно, ну, это строгое значение слова варвар, да. Но когда говорят это слово варвар, имеют в виду те, кто стоит на намного более низкой древней ступени развития. Их называют варварами. Есть известная лекция, кстати говоря, надо перевести. У Нила Постона есть лекция, когда он читает выпускникам в университете. называется My Graduation Speech, Athenians and Vizigoths. Моя выпускная речь – афиняне и визиготы. Он берет вот эти две народности, которые примерно в одно время существовали, и в качестве метафора разворачивает их на наше время. То есть, типа, что каждый человек, он относится, скорее всего, относится либо к афинянам внутренне, либо к визиготам. И, типа, только от самого человека, в общем, зависит выбор. Какой выбор он делает? Он кто? Он афинянин? В том смысле, в котором, конечно, сам Постона объясняет. Или он визигот? И вот эта вот часть, наверное, ближе к визиготам. Но это, ладно, отдельная сфера. Если, к сожалению, эта тема станет для нас актуальной, если закон примут, наверное, можно будет это отдельно обсудить. Между прочим, ну, я, конечно, сомневаюсь, что ваша школа это позволит, и что вообще эта школа позволит какая-либо. Я думаю, что я бы сейчас достаточно, достаточно знаю, достаточно умею, достаточно могу говорить на эти темы свободно, без бумажки. Я могу прочитать там лекцию или серию лекций школьникам, в принципе. Причем это было бы интересно и девочкам, и мальчикам. Ну, мальчикам, конечно, интереснее и актуальнее. Но я в наших условиях с этим рисковать плохая идея, в общем. К сожалению, эти знания должны быть анонимны. Это, собственно, одна из ролей родителя, именно вот как бы право, которое у меня есть, как у родителя. То есть я имею и моральное, и законное право вмешиваться в эту сферу, вторгаться в нее. И вообще, как бы, я решаю, как это устроено. Никто другой решает, я решаю. Хотя, естественно, грубо говоря, твоя мама, если бы хотела, она могла бы серьезные препоны ставить в эту сферу и даже, может быть, подвергнуть меня, не знаю, судебному преследованию за то, что я делал. Потому что, если формально подходить к некоторым вещам, которые мы сегодня обсуждали, то это можно списать чуть ли не на сексуальное насилие над детьми, в общем-то. А я думал, что ты рассказывал об этих вещах. Да я вроде не скрывал, честно говоря. Мы как-то это делали, как бы сказать, как минимум с молчаливого согласия. Я не думаю, что я, например, против ее воли делал беседу в 7 лет. А картинку эту знаменитую, помнишь ты, что мы сегодня про нее не говорили, но до того, как состоялась беседа в районе 7 лет про размножение человека, был такой, как бы сказать, прививка к эротической фотографии. И прививка была в том виде, что просто я распечатывал лист, а не один, по-моему, даже лист был, да, в общем. Ну, в итоге остался один. Реально красивые девушки, эротическое фото. Грудь, по-моему, была, да, больше ничего не было. Ну, то есть такая. Я помню саму картину, кстати говоря, можно ее найти даже ради интереса. Только я не смогу ее на YouTube выставить никак. Только куда-нибудь на левый сайт. И эта картинка, я не помню, как мы именно ее выбрали, возможно, она тебе понравилась из какой-то серии, которую я тебе предлагал. Но в итоге она была распечатана и висела у тебя на стене. И это было еще в детском саду, по-моему, да? Это был детсадовский возраст. Фактически это было мое такое прото-введение в эту сферу. Я тоже хотел, чтобы, да, у тебя не было какого-то восприятия хихихаха на эту тему. То есть, что ты просто мог видеть, что это нормально, как красивое женское тело, да, что это не какая-то там ни хихи, ни хаха, это вот просто вещь, которая... Не знаю, конечно, как ты на это реагировал там в 6 лет, что ты сам по поводу этой картинки думаешь. Ты помнишь что-нибудь? Ну, я помню, что первые мысли были из серии «Вау!», «Класс!». Так сказать, в представлении девушек верхнее там мыльное пятно размылось. А потом, ну, я из серии привык, ну, чё, класс, красиво. Примерно так у меня и было. А потом, помнится, к тебе пришли гости и что-то с этой картинкой сделали. Ну, они там зарисовали ее. Как раз по-муссовски зарисовали или что-то вроде такого там еще. То есть пришли девочки в гости, ну, там, знакомые. Они были старше, да? Да, да, да. Сильно? Одна из них значительная там. Насколько значительная? Она сейчас там в университете третий курс. Ну, короче, наверное, года 3-4 минимум. Ну, это большая разница. То есть она могла быть уже в предпубертатном возрасте, да? Угу. И в твоё отсутствие они тебе эту картинку испортили, которая на стене висела. Так и было. То есть попытались цензуру навести. Ты никогда не спрашивал, да, что ими двигало? Смогли бы они объяснить, что ими двигало, когда они решили, значит, навести цензуру на этой картинке? Нет, честно говоря, как-то не пришло в голову. Потому что для меня эта картинка вообще ничего не вызывала. И это было примерно и все, как если человек просто подошел и зарисовал стену. У меня вопрос, что с тобой не так? Ты вообще здоров? У меня примерно так было. Ну, окей. Под завершение все-таки ты можешь назвать что-то, чего не было сделано, но что стоило сделать с моей стороны? Ну, или со стороны родителей в целом? Да, по-моему, в целом. Говорю, о таких вещах, конечно, наверное, даже рановато судить. Но из того, что я могу сейчас сказать, я не могу представить особо лучшего расклада. что было сделано, то было сделано довольно-таки неплохо. Я говорю, что единственное исключение это вот в мелочах уже. Как подавать ту же самую информацию? Когда подавать? Ну, то есть, единственное, что ты, как бы, в подводе итог, можешь сказать, что ощущение, что все-таки слишком много, слишком рано. Да, что все-таки просто взяли, вкинули, и вот ничего не остается после этого. Говорю, все-таки, нет, польза от этого есть, бесспорно. Но все-таки тоже как-то слишком рьяно, быстро и непонятно в какой-то степени. Так что вещь хорошая, техника хорошая, но требует все-таки доработок. Ну, не так уж много попыток отдельного человека в жизни на такое. Да. Я, собственно, почему именно был за раннее, и в чем рациональное зерно за этим? Я просто понял, что если вы об этом начинаете говорить, это означает, что твой мозг начнет заполняться вот этой вот мусорной информацией, которую потом нужно будет оттуда выметать. Я решил, что если ты начал эту область заполнять в сознании, то лучше это сделаю я, чем кто-то другой. Потому что я хотя бы сделаю это более достоверно, более корректно, более полезно. Ну, знаешь, тут такая вещь из серии. Во-первых, во всех этих подростковых представлениях есть свой шарм. А во-вторых, ну вот допустим, все считают, что у девушек одна дырка. А тут приходит мальчик в класс и говорит, ребят, там три. Тут сразу типа начинается вопрос, ты что, Типа, аргументируй. Ну, ты начинаешь проводить аргументы, ну и тебя, скорее всего, либо не послушают. В общем, ты будешь сильно выделяться. Такой ты весь себя прощаешь. Вопрос сразу, а нужно об этом рассказывать? Нужно ли об этом рассказывать? Допустим, тебе о таком сказали, ты точно знаешь, что три, тебе говорят, что одна. Зачем вообще вмешиваться в эту беседу? Ну, пусть думают, что одна. Ну, смотря какой человек, если твой одноклассник, то хочется его поправить. Если там думает человек на улице, то все равно. А нельзя, например, открыть там в интернете картинку в разрезе и показать вот раз, два и три и на этом закрыть тему? Мы говорим о временах, когда телефоны еще кнопочные были. Ну, на компьютере показать такая. Ну, что, я их домой позову, что ли? Ну, а почему бы нет? Ну, хорошо, у них дома наверняка ездишь же, конечно, что прям у компьютера нет. А у них смотреть полуэротического содержания картинки. Зачем? Мог медицинское учебное найти? Окей, медицинское учебник, медицинское учебное, но его родители тоже заинтересуются подобной активностью. Короче, все это сопряжено кучей проблем, которых решать, в общем, не хочется. Как сложилось, так примерно все идут. И мне, честно говоря, этот путь понравился в целом. А ты сейчас про личный опыт рассказывал? То есть, у тебя были такие проблемы, когда ты вынужден был чувствовать себя в странном положении, когда ты знаешь больше? Ну, конечно, было такое. И ты в итоге что, соглашался, что, ну окей, ладно, пусть будет одна. Ну, из серии я, конечно, сохранял для себя там, что три. В общем, так-то, скажем так, шутки и общение на эту тему принимал как одну. Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? Да ты что, дебил? А товарищ генерал сказал, что летают? Ну да, летают, низенько-низенько. Ну, примерно так оно и есть. Ладно. Ну что же, спасибо за то, что поделился. Не знаю, насколько это будет полезно и актуально всем остальным. Ну, кто-то, кто перед таким вопросом встает, когда, как, и делать ли это вообще, ну вот, могут просто взвесить конкретный частный опыт. Он, конечно, ничего не гарантирует и ни о чем не говорит, потому что тут куча факторов, которые влияют на эту сферу. Если бы я себя сейчас спрашивал, сделал бы я заново все именно так? Ну, наверное, с учетом тех обстоятельств, которые у нас тогда были, то есть, действительно, что я, например, я не мог это делать, там, размазанно во времени, долго, то есть, я мог бы, например, плавно вводить в тематику ребенка, но такой возможности просто не было физически. Поэтому, в любом случае, это было такими скачками. То есть, я слышал триггер, я на него реагировал. Реагировал сразу таким пакетом крупным. Но в итоге этих пакетов на моей памяти было вот два или три всего. То есть, первый был вот, ну, давай так, нулевой был, это была картинка где-то там в старшей группе детского сада, просто фотография на стене или две фотографии эротического содержания. Вторая, ну, первый крупный шаг, это была беседа перед первым классом, буквально, вот, наверное, за пару недель до начала учебы в первом классе. Потом вот это был короткий, но это не было беседы, это было просто какая-то такая, минут пять, может, заняло, так сказать, мой ликбез на тему, что такое порносайт, где его брать. И следующий был большой шаг, второй такой крупный шаг, это была вот такая серия, там, бесед, лекций, пересказов того, что я знаю, 14 с копейками, тоже, перед, перед школой. Может быть, вот этим первым, с первой серией, которая касаемо первого класса, может быть, это и был некоторый перебор. Но я помню, что я это не на ровном месте сделал, это точно. Может быть, все-таки, с учетом того, что ты был акселерат, во-первых, во-вторых, схватывал все легко. Я точно помню, что когда я открыл вот эти вот, пролистал эти три тома, я увидел просто, что то, что написано в первых двух, оно тебе просто не по уровню, оно тебе будет неинтересно вообще, потому что там, ну там какая-то вообще полная ерунда. Это вот, не знаю, там для первой группы детского сада, там для третьей группы детского сада, а третий том, он такой, ну уже вот там, да, что-то было. И как бы я его взял в итоге за опору, я просто понял, что то ты вообще не воспринимешь, там нечего воспринимать, там такое все слишком абстрактное. Я к тому, что сделали бы я это все снова? Вероятно, да. Вероятно, да. Какой будет долгосрочный итог? Ну, посмотрим. Пока мне скорее нравится то, что я вижу, как я себе это примерно представлял, я хотел сделать лучше, чем было у меня. Это бич всех родителей, которые хотят сделать лучше, то есть дать детям то, чего у них не было. Но в данном, как в этом случае, мне кажется, у меня получилось. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Ладно, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok